Билеты, 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 билеты к зачёту. Билеты пока не готовы. Билеты пока не готовы. В смысле, список вопросов. Сюда будет первый участник в прошлом семестре. Я принимаю участие, но пока что. Информация должна быть у преподавателей. Они сказали, спрашивайте у вас. Водную группу там почему-то потерялись работы. У нас потерялись работы. Вторая контрольная будет на 14-й неделе. Учитывая, что сейчас должна быть, по-моему, маленькая. Соответственно, через ещё 3 недели. В следующий раз будет. Если ты откроешь кафе такой, я тебе скажу. Да, у нас на этой неделе контест, потом практическая работа, потом контест и потом контроль. А будет за чё проект, конечно? Какой проект? А в том году... Сейчас так видно. В том году делали проект, у нас тоже будет или нет? Вместо такого проекта у нас не подмечает формат. Как в прошлом году он успел поместиться? У нас что-то поменялось? Дело в том, что... Чертишка кибернетика? Да. А лаборатория как называется? В прошлом году оказалось недостаточно практики. В смысле того, что практики и решение задачи. Что у тебя нет? В лаборатории. А, не знаю. А, не знаю. Но контестов было мало. На занятиях практически не было. И вот мы увидели, что это фауна сказывается на результатах. Поэтому у вас больше практических навыков. Ну вот, да, кусечка такая вот не успела. Не переживайте. Обязательно. Это дождётся вас в четвёртых занятиях. Мы уже в четвёртых занятиях. И будете делать всякие проекты. Семейстр программирования. Я не уверен, что проект вернётся в том году вот такой вот. О-о-о. Ника. Какая классная кухня с котикой здесь. А вот через год там будет наверняка. И так можно ещё раз. Да. Он точно будет на 15-й неделе. Сейчас я вам скажу. Ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц. Какая 15-я неделя? Ну, это будет на неделе с шестнадцать, ну, там, у нас курсовников начинают. А каракарька и время собрания Веломоря. Нет, нет занятий. С шестнадцать, то, соответственно, по девятнадцать. Выпуск номер пять. Интересная история от Даши. Зависит, потому что когда там ведомости, мы уже должны быть по идее к этому моменту. Должны быть ведомости. Как? Даже лучше, чем у себя зовут. Ну, вот, по ретёвочной неделе с шестнадцатого до шестнадцатого мая. Если кто-то вдруг не может в свой день заранее сигнализировать об этом преподавателю, то будем как-то договариваться, перенести на соседний день. Как всегда. Ну, и в ту неделю мы как-то будем как-то успеть долг-пятку подавать, или будут под двое-подое принимать, все будут все долги подавать. Всё. Всё. До этого целый месяц, в принципе, можно успеть подготовиться. Я со своей стороны постараюсь вам как можно раньше вынуть билеты, то есть без вопросов, но пока что ещё в течение... Когда Сергей пришёл медальчики напустить, я хотела поставить, а их нет. Билет, нет. В следующий вторник я уже буду... Маша. Намного более готов. Постараюсь в следующий вторник. Ну, они в парциссии. Он готовит их? Нет, я не буду готовить. Нет. Нет. Конечно, мы половину будем медальчики. Так. Если вы готовы... Да. К сожалению, я в прошлое занятие в постмажорной не смог приехать. Углава бы там внезапно, поэтому даже не снял лекцию. Вот. И мне нужно будет повторить. Я повторю тот материал, который вам рассказал, в следующем году. Z-куркист. Углава. И это второе. Второе. Отлично. Значит. Углава, Даша, подожди. Есть следующая идея. Ой, я спела. Даш, ты можешь просто спокоиться? Хорошо. У меня есть какая-то строка из N символов. Z-функция – это функция от номера символов. Ну, точнее, как бы, от его индекса. Я буду нолить индексированную строку. Правильно? Углава символов. Z-функция. Что это такое? Это, соответственно, массив Z-функция – это массив длины лент С. Давайте обозначим этот лент С за N лент С. То есть M обозначим его за N. И, соответственно, Z-функция – это длина совпадающего префекса у строки S, у S и D. Среза строки, начиная с символа… Ну, it – это у нас получается… Начиная с… Сейчас скажу. Да, все правильно. It – позиция. S с it до конца. Однако… Однако… Здесь есть такая тонка. А вот если я беру Z-нулевое, то у меня получается что? Она должна равняться длине всей строки? Ее считают вообще Z-нулевое неопределенной. Z-нулевое… Z-нулевое… Оно не определено. Но можно считать действительно для большинства случаев это наилучшее. Да? Но мы будем считать… Но будем считать, что оно равно N. З-нулевое… Но будем полагать… Z-нулевое… Разумеется… З-нулевое… 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 За дикое время… Не N квадрат… Не N ку… А N ку… У от N ку… То есть… Фактически… То же самое, что у нас было с этим… С конечным автоматом… Да? Только с… Давайте… Какой-нибудь пример. Вот, например… АААААА… Вот такая вот строка… Я пошире просто, чтобы у меня ровно по Ти писать Z-функцию… Z-функция у меня будет следующая… Для вот такой вот строки… Ну… Z-нулевое… Договорились… 0… Дальше… У меня… Получается, что у этого среза… Начиная с первой позиции до конца… Четыре буквы А… А здесь пять… Сейчас не будем думать, как это всё вычисляется… Вот как это вычисляется… Соответственно, у меня… Наибольшая длина совпадения… Четыре… Да? Дальше у меня что получается? У среза осталось только три буквы… Да? Поэтому пересекается… Вот эта… Полностью пересекается с… Вот этим… Да? И, пожалуйста… У меня ушло дальше три… Ясно? Ну, соответственно, два… Соответственно… Так… Первый пример… Второй пример… Это… Ну, давайте… Какой-нибудь… А… З… Будет следующий… Будет следующий… Значит… Ну… Ну… Пускай… В не совпадает… То есть… Нулевая длина у нас совпадения… Да? У этого среза… На первом же символе расхождения… Всё… Так что ноль… Дальше… Здесь у нас… Буквка А… Да? Соответственно… У нас что возникает? Совпадение в одну букву… Да? Дальше расхождение… Поэтому здесь один… Дальше… Снова ноль… Потому что у среза ЦАБА… У него нулевое совпадение… Да? Он начинается не с А… У среза АБА… У него у нас какое совпадение? Длины… Три… Да? У БА – ноль… У А – один… Вот такая вот… Получилось… А давайте я вам всё-таки сразу расскажу зачем… Давайте расскажу… Давайте… Давайте возьмём… И… А… Напишем строчку… Строчку… Сейчас… Секундочку… Затем дарить… Конец… Напиши в чатик на что-нибудь… За счёт этого проекта… Ну давай… Все переживали… Так… Три… 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 Так… А Ва… Юо… Кто этим.. Аббанд… Ищем строчку Аббанд в строке… … Ну… Причём… Да… Не просто Ищем, а… ...Найти все её вхождения, то есть все такие индексы, начиная с которых, там есть это под строками, понятно? Это не первая, а все в каждой. Мы будем искать ее в каком-нибудь аббатсапа-даббатсапа. Аббатсапа-даббатсапа. Итак, поехали. Что я сделаю? Я сейчас соединю вот эту строчку, склею ее, используя дополнительный символ, которого точно нет в строке. Для меня сейчас там будет кэштег. Да? Динас. И дальше я пишу текст, который мы собираемся искать. Аббатсапа-даббатсапа-даббатсапа. Соответственно, у меня возникла следующая строка. В ней еще раз есть пэперс, как бы поиск, пэперс. И есть текст, которые соединены в строчку с. Пэперсапа-даббатсапа-даббатсапа. Понятным образом, да? А теперь смотрите, что я делаю. Я вычисляю Z-функцию этой строки. Ну вижу понятно, что из-за вот этого символа, которого точно нет ни тут, ни тут, у меня вот эта вот Z-функция не может оказаться по размеру больше, чем длина P. Правда? В принципе, не может такого казаться. Значит, в тот момент, в те моменты, когда эта Z-функция оказывается равна... Давайте пропишем внизу, вот здесь Z-функция. Чему она тут равна? Тут 0, потому что Z-функция договорились положить равную 0, а дальше 0, 1, а здесь 0, потому что он не начинает с этого, да? Здесь у нас 3, потому что 3 совпадают с полными, да? Дальше 0, 1, у меня тут чесновато, конечно, но я буду коротко писать. 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 3, а дальше 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 3, 0, 1. Так? 3, И вот в этих вот точечках, где у нас значение Z-функции совпало с длиной B, там, где Z, там, где Z-функция строки Z, 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 длиннее фекторного образца, значит, там найдена под строка текста. Понятно, Лобик? Ну давайте позицию сейчас напишем. Эту позицию очень легко вычислить, поэтому ее нужно просто чуть-чуть отсчитать, учитывая, что она плюс длина P и плюс еще один символ, да, то есть нам из этой позиции нужно вычислить, что длину P, которая сдвигается, соответственно, I на символ, так и поза равно I за ключи там длины образца и еще минус один. Понятно? Да. То есть вопрос именно вот в чем, что оказывается Z-функция строки является ключом к частности позиции. Дальше вопрос вот в чем, а как именно их посчитать быстро, потому что ее подсчет пока что не очевиден, и он точно такую же сложность имеет, как просто наивный поиск по строки. Теперь, в принципе, сам характер ее подчисления, он совпадает по своей логике с наивным поиском. А именно, берем и на каждой, ну единственное, что там у нас был образец отдельно, в наивном поиске текст отдельно, а тут в самом же тексте, по сути это что такое, наивный поиск, наивное, не то что наивный поиск, а наивное сравнение строки и вот такой ее, вот такого среза, наивное. И на каком и обрубается, там и есть, да? Но естественно, что этот алгоритм, вот такой вот, он будет иметь сложность O от N в квадрате. Нам каждый раз, для каждой позиции начинаем сравнивать по символе на долгу. Вопрос в том, что оказывается именно этот тривиальный алгоритм, и можно модернизировать, доведя его сложности до O от N. Сейчас открою и покажу. Значит, начнем еще раз. Начнем с тривиального. Начнем с тривиального. Начнем с тривиального. Начнем с тривиального. Значит, как я сейчас сделаю. в чем оно состоит значит, поем z записываем, что оно состоит из нулей n штук, где n давайте я один раз напишу, что такое n n равно лен s длина полутора и соответственно, z равно 0 умноженное на я заполнил ее нулями, заранее заготовил далее, что я делаю? я для каждой позиции, начиная с первой for i 1 вот одного соответственно, до n что делаю? ну, мне нужно начинать перебирать в принципе, я мог весь этот цикл for включить но ради того, чтобы было дальше легко показать фишечку я сейчас вставлю цикл while сюда так, сейчас один момент я буду смещать позицию относительно i да, то есть у меня будет как бы i плюс ну, я не ж ее назову, а назову ее x сейчас i плюс x да, и вот этот x это второй как бы индекс, который уже по вот этой строке бежит, начиная с этой позиции и сравнивая x-тую позицию строки и и плюс x-тую позицию той же самой строки потому что реально мне срез брать не надо мне не надо этот срез именно как отдельный объект создать я просто буду и плюс x-тую позицию смотреть понятно? итак, в общем, я создаю здесь x равно x равно 0 и дальше я говорю до каких пор я буду сравнивать? ну, очевидно, что конец у от строки, да, у среза он наступит раньше, чем у строки если вдруг у нас возникает вот такая ситуация что все время совпадает, 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 да вот сколько не идешь, столько совпадает, да то нужно ограничиться i плюс x, чтобы не вышепнул, заглянуть строки понятно, да? то есть он раньше вышепнул поэтому, в первую очередь пока i плюс x меньше, чем r это первое значит, x должен сейчас остановиться на какой ситуации? когда символы перестали совпадать да, еще раз я сравниваю ищу префикс-функцию для, например, вот этой строки и вот этой вот, да, начиная с позиции у меня есть i x равно 0 значит, я в этом случае сравниваю вот эту нулевую позицию да, i плюс x и плюс нулевую, да и нулевую, реально нулевую позицию да? нулевая, первая, вторая, третья, четвертая понятно? понятно? x-тую позицию и i плюс x-тую позицию и, соответственно, я начну искать и сравнивать и в момент и в момент, когда они неравны друг другу окажутся ну, давайте, например, вот вот эта ситуация, да и указывает у меня вот сюда сейчас, да x равно нулю у нас, соответственно, i плюс x-тая и x-тая позиция мы сравниваем строчку совпадает, x можно увеличить да, увеличиваем x смотрим на, соответственно, x-тую позицию и i плюс x-тую у нас что произошло? расходится x остался равным мы заканчиваем на этом x оказывается равным видемнице то есть один раз цикл как раз выполнился когда строчки совпадали да, один раз мы увеличивали этот самый x ясно? таким образом мне кажется в x-е если я поставлю сюда ограничение чтобы у меня строка позиции x-той давайте так пока это x строка в x-той равна позиции равна строке позиции i плюс x-той что я делаю? увеличиваю x x плюс равно 1 то есть на вот этот момент у меня x равен количеству совпавших символов ясно? вопросы есть к этому? сейчас очень важно чтобы это было чисто всем понятно? все то есть в этот момент я могу ликуя записать что z и в этой позиции равно x и для следующего и по y понятно? тривиальный алгоритм ну и я уже сказал что тривиальное вычисление требует от нас сколько? соответственно O от N квадрат операции от N квадрат операции от N квадрат что мы можем здесь придумать? давайте вот этот кусочек который совпадает он имеет соответственно для этой позиции длину z и d вот этот совпадающий префикс назовем z блок z блок это собственно та часть строки которая совпадает с ее префиксом длины z понятно? это соответственно ну я могу так сказать срез строки срез строки с начиная с позиции z и с не смущают двойные квадраты скобки? нет z и d это что такое? это длина да? ой, прошу прощения сейчас вру-вру-вру немножко вру-вру начиная с и и позиции и по позицию и плюс z и d вот такой с в квадратных скобках и двоеточие и плюс z в квадратных скобках и т понятно? то есть собственность и тот самый совпадающий кусочек строки вот который совпал с префиксом необходимой длины да? то есть максимальная возможность совпадающая начало с этой подлинкой если мы ввели вот это понятие и у нас есть информация о всех предыдущих z-блоках ну и в частности о непосредственно предыдущих что я могу сказать? ну давайте какой-нибудь пример давайте 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 вот здесь вот здесь вот здесь нет тут тоже немножко не совсем дальше ну давайте давайте вот тут попробуем все так вот разрыв прошли сейчас я подумаю как сделать ну давайте значит позиция и у нас показывает вот сюда и вот сюда нам известно что z-блок предыдущий был длины 1 да? предыдущий z-блок был длины 1 нам необходимо вычислить z-блок точнее вычислить прошу прощения новую позицию вот можем ли мы зная что предыдущий z-блок у меня вот сюда вот попадает так что там совпадает фактически два кусочка в начале вот могу сразу как-то упростить себе поиск а? не знаете в данном случае все таки не получается потому что длины не хватает ему бы немножко длиннее если бы z-блок вылез сюда то я мог бы сказать о! начнем сравнивать с того символа который не совпадает здесь у нас слишком короткое совпадение то я не знаю что что наше не знаю что пофига а nós не не все что не пяточки сейчас я осознаю пяточки я смысл у у Меньше, меньше, а то лучше. Люблю эту логику. Меня сейчас... И моя мама этим окружается, когда меня обожала. Меня сейчас будет интересовать не просто предыдущий отрезок, вот этот Z-блок. Предыдущий Z-блок. Я знаю. А тот Z-блок, который уехал наиболее далеко своей правой границе. Как бы его называют? Самый правый отрезок совпадения. То есть у меня на момент S-блок. На момент вычисления Z-блок существует... Самый правый отрезок совпадения. Отрезок совпадения. Допустим, у меня вот эта вот строка, в которой символы у нас идут. Вот это строка. И где идут символы? Соответственно, у нас S-нулевой, S-первый, S-корой и так далее. У меня есть текущая позиция I. И на этот момент существует некий отрезок совпадения. Некий отрезок совпадения. Самый правый из Z-блоков, у которого вот эта граница уехала дальше всего. Понятно? Вот это вот соответственно у меня будет left, да? Left позиция. А это позиция right. Позиция, по которой он у меня тянет. Самый, не просто самый длинный Z-блок. Он может быть относительно короткий. Тоблок быть длиннее. Но он к своей правой границе уехал дальше в систему. Дело в том, что меня интересует как бы сканирование строки. Для его поиска, для того, чтобы определить, что он у нас является Z-блоком, мы должны были убедиться в том, что следующий символ S-right плюс первый символ у нас не является... Сейчас, одну секундочку. Я могу чуть-чуть... И плюс X минус первый, да? Все, значит, right еще совпадает, да? Right это символ еще совпадения, да? А S-right плюс первый символ у нас уже не равняется символу, который у нас находится... Ну вот, не знаю, что я в длинном. Чуть-чуть я его укорочу. Чуть-чуть укорочу, чтобы он вот так нарисовал. Раз, два, два, три. Ну, в общем, символ, который стоит вот тут, не совпадает с этим символом. Понятно? Символ, который стоит вот здесь, вот S... Давайте K-ты назову его. S-K-ты. При этом вот это K можно вычислить, исходя из длины этого Z-блока. Его длина, очевидно, это right минус left плюс один. Ну, потому что right это символ еще входящий в этот самый правый Z-блок, в отрезок сопротивления. Понятно? Поэтому его длина, его длина равна right минус left плюс один, чтобы компенсировать потерю одного символа. Если right и left совпадают, то значит, что длина у нас единичка. Right минус left будет ноль, плюс один компенсировать. Так вот, у меня получается, что как раз вот это самое K, это дело, это дело равно как раз K. Так вот, K-ты символ отличается от символа в позиции S-right плюс первой. Ну, а все остальные как раз совпадают. Это понятно? Вот это и это одинаково. Просто по определению, потому что это Z-блок, и просто я взял самый правый... А S-к-ты входит? Возможно, в весь... S-к-ты входит в префикс общий или нет уже? В S-к-ты не входит. Не входит. Это за пределами. То есть, естественно, что префикс должен совпадать с вот этим отрезком совпадением. Да? А S-к-ты, очень много, он же от нуля начинается, поэтому K символов, а не вот здесь, а это K плюс первая реальность. Просто индекс у него K. Итак, смотрите, возможно, две глобальные ситуации. Глобально, возможно, две ситуации. Вариант первый, что у нас все символы... Вот у нас один попался какой-то отрезок совпадения, да? А потом идут у нас нулевые эти Z-блоки, то есть фактически нет совпадения отрезка. совпадения, да? И мы идем, идем себе и дальше, идем, 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 и уже вот мы тут находимся где-нибудь, да? И самая правая граница отрезка совпадения, она левее, чем И. Тогда мы не можем воспользоваться информацией из этого Z-блока. Понимаете? Он нам ничего существенного не дает. У нас строка ну как бы ну или скажем так, он будет там с нулевой длины, но это ничего все равно не даст, да? Если он даже смещается, но на любой длины. Вот. Ну в общем, мы не можем воспользоваться вот этой информацией для того, чтобы как-то узкую. Но! Не исключена такая ситуация, что на каком-то символе нам все везло, и везло, и везло, и мы двигались все дальше. Ну, X увеличился, увеличился, и все совпадало, 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 и мы с большим запасом набрали совпадение, да? Но, ну может быть, оно так и совпало, но мы же не будем сейчас сразу на счет длинной строки там что-то искать, да? Мы же вычисляем Z-функцию по-честному. Вот. А теперь нам нужно вычислить Z-функцию для следующего, следующего, для этого нам нужно вычислить. можем ли мы воспользоваться вот этой имеющейся информацией по самым правым среди этих Z-блоков, по самым правым отрезке совпадений. Вот оказывается, что мы можем, конечно же, этим воспользоваться. Теперь смотрите внимательно кинтушать. Здесь надо понимать, что эта штука и эта штука это одно и то же. Понимаете? Это одно и то же. Значит, вот, начиная с вот этой позиции, начиная с вот этой позиции, у меня тут, тут, и начиная с вот этой некой позиции, да, эта позиция, сейчас мы посчитаем ее синхронно, да, вот некая позиция вот здесь. Мне про эту позицию уже известно значение Z-функции. Понимаете? Мне известно длина совпадения для вот этого, ну вот это, например, вот это равно вот это. Понимаете? именно благодаря тому, что эта штука, это Z-блок, правый отрезок совпадения является Z-блоком, то есть он совпадает на всю свою длину с началом строки. А вот для вот этого куска начала строки там Z-функции уже посчитаны. То есть я, соответственно, для житой позиции я могу сказать, чему равна длина совпадения. И я могу что сказать? Что? Ёлки-палки, так у меня Z-житое символов уже совпадает, собственно, с началом строки, да? Меня интересует, собственно, насколько она там символов совпадает с началом строки, да? Начиная с удаленной позиции. Понятно? И я могу сразу это раз, и тогда что получается? Что я могу начать X не от нуля рассматривать, а я могу начать X сразу от Z-функции в точке Ж. Давайте еще раз эту логику почувствую, логику оптимизации. Потому что я сейчас запоминать Z-блок вот здесь вот. Никаких проблем. Давайте научимся запоминать Z-блок, там писать-то нечего делать. Это самая правда, если не запомнить. Как мы это будем делать? Ну, вот тут left и right заведу вот здесь вот. Я через точку закреплю и пишу. left равно right равно нулю изначально. Да, а дальше как поиск максимума, когда right окажется правее, чем предыдущий right, я буду соответственно менять и left right равно. Как я это спрашиваю? Я скажу, так, если у меня вот здесь вот в этот момент, если у меня и плюс и плюс x минус 1, пусть это вас не смутит, вспоминаете, что такое и плюс x, это позиция, в которой у нас на этот момент произошло несовпадение, при этом x получается как раз ровно на максимальной длине совпадения. z-блок позиции i, x и вот длину отсчитываю. Но только что z-iter равно x. Но как я договорился, что right это еще принадлежит z-блоку, поэтому я шагу минус 1. так вот, если у нас это правее, чем right, то я что делаю? Скажу, отлично, подменяем. Подменяем left и right. left, запятая, чему равно? Ну, left очевидно равен просто i, а right равен чему? Ну, собственно, на i плюс минус 1. Еще раз. Это пока что никакой оптимизации нет. Вот здесь нет оптимизации. Это, наоборот, нагрузочная деятельность. Но она не удлиняет алгоритм, потому что она вне внушенного цикла, она только в одном цикле, на каждую итерацию и она дает нам одно действие. Да? То есть, у от n остается вот здесь. Оно не добавляет ничего квадратично. Проблема, чтобы вот это сократилось. Вот, теперь вопрос. Можно мы этим воспринимать? Еще раз. Смотрите как. Мне, если мне повезло, и находится левее, чем рай, то мне про строку уже кое-что известно. Про ее тут окрестность. А именно вот этот вот Z-блок правый отрезок совпадения совпадает с началом строки. Поэтому я могу сказать кое-что про кусочек совпадения вот этот с началом строки. Почему? Да именно потому, что я могу сказать аналогичной позиции. А давайте я скажу, чему равно жи. Площение, что оно равно и минус лев. И минус лев. Так вот, оказывается, я могу заранее знать, какова длина совпадения в этой житой позиции, а значит и в этой позиции по сравнению с началом. Правда, тут есть лажа. Я вот сейчас рассказываю про это дело. Ну давайте я напишу, но сейчас тут же покажу влажен и потом исправлюсь. Смотрите. Я скажу так. Оно равно соответственно x x равно не нулю, а x равно z в позиции и минус лев. Ё-хо-хо. Ну в начале лев равно нулю, поэтому он никак не меняет x равно z и тому z изначально равен нулю. Мы положили, да? Для позиции 1. Ну что получается? Его начальное состояние будет равно и минус и минус лев. Да, да, ну все все ок. Все ок. Однако тут же покажу ладж. смотрите, смотрите, в чем ладж. Дело в том, что не исключено, что вот начиная с житой позиции совпадение было достаточно длинное. Понимаете? Ну вот это совпадение, оно вот с вот этим совпадает. Да? Прекрасно. Но могу ли я сказать это про вот эту позицию, что она совпадает с а? Почему? А потому что right это на данный момент самая правая просканированная граница строки. Точнее, будем честны не оно само, а вот этом. Понятно? Еще раз right плюс первый. Раз плюс первый, мне известно, что right плюс первый не равен с. еще раз. Я с чего должен начать? Сейчас, да, я могу начать либо с вот этой границы, но тут возникает вот это пространство, которое здесь мне было известно, и оно совпадало с вот этим. Да? А здесь мне на этот крикат это же все равно. Вот в этот момент мне скат этот не нужен. Меня интересует совпадение вот этого кусочка и вот этого кусочка. А s right плюс первого может быть вполне совпадает с вот этим. Понимаете? Значит, мне нужно брать меньшее из двух. То есть я могу воспользоваться этой информацией, но не до предела. То есть я могу либо взять вот этот вот и минус лепты информацию. Либо что? Ну длину собственно моего вот этого вот блока. Да, прошу прощения. Нет, не совсем. Не длину этого блока, а еще такой момент. Меня интересует вот этот кусочек. Вот этот. То есть я от этого дела хочу отрезать. Вот этот кусочек меня интересует. какова его длина? Понятно? То есть вот так чтобы не больше чем его отшагнуть под и. Да? То есть как-то вот так. Что-что? Сейчас секундочку. Может быть это даже проще чем длину мерить? Соответственно мне нужно чтобы x у меня ну просто по длину чтобы я фактически и плюс x равнялся раньше. Понимаете? просто ограничить тем, что вот он в эту длину упирается. То есть мне нужно чтобы он от и у меня аналогичной аналогичной позиции находится. То есть меня интересует так чтобы и плюс x равнялся раньше. Правильно? Значит мне нужно сделать плюс первую. То есть я должен начинать со следующей после этого позиции. Да? значит у меня позиция для которой я должен начать будет right еще раз я напишу все и плюс x должно равняться right плюс первой позиции. Вот с этого места надо реально начинать сравнивать а совпадает ли x-тая строка в x-той позиции со строкой и плюс x-той. Значит вычисляем x начальное оно будет равно right минус и плюс 1. Вот такая позиция мне является соответственно мне нужно меньшее из вот этого и вон того. А? Меньше из чего? Меньше из вот этого и вот этого. Сейчас я впишу. это исправление. Причем еще один момент. Что? Что все это должно происходить только если и меньше чем либо равно чем равен. Потому что иначе у меня и уехало уже вправо то, что я в самом начале и у меня этот z-блок не может помочь. Понятно? То есть мне вот здесь придется делать следующее. Аккуратно. z и минус леха, да? Если у меня давайте я так сделаю. Я сделаю так. В одно выражение напишу x равно меньшему из z от как там было и минус леха и минус леха а второй вариант это райд минус и плюс один райд минус и плюс первый но это только тогда когда у меня i оказалось меньше либо равно чем райд а если нет то просто ноль x как и раньше начинается от нуля тривиальный поиск и вот это фактически одна строка в сокращенном виде строка конечно же с поддержанием самого правого z блока она резко улучшает производительность до от мы можем гарантировать что строка ни один символ строки не сканируется два раза доказательство этого не очень простое вы логику поняли что записано это может быть по-разному на разных языках но смысл в том что мы можем воспользоваться z-блоком в принципе любым но оптимальный способ конечно чем бы он в правиле уехал тем лучше самым правым для того чтобы обнаружить отрезок совпадения с началом с которого можно оптимизировать и пропустить сравнение так давайте немножко немножко поговорим так каждая итерация цикла while приведет к увеличению правой границы r на единицу в доказательстве доказывается вот это каждая итерация приводит к увеличению правой границы r right на единицу если i больше чем r то цикл while не сделает ни одной итерации и вы сделаете несколько как продвигаясь каждый раз на один символ правой начиная с позиции i после этого правой границы r обязательно обновится лад доказательства я не буду сейчас переводить оно нам а ну ладно будет пример вы знаете вот вы будете писать там z-функция она будет одной из них для нее я алгоритм приму прогоните просто мне легче было бы показано просто прогнать на компьютере но я сейчас не взял я не могу на большую экран вывести нам нужно ну там урисопраг префикс давайте теперь мы уяснили z-функции строки так а теперь очень похоже на нее префикс пункция строки префикс функция строки так заголовок префикс функция строки оптимизации 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 точка алгоритм глупо мориса права так то что мы сегодня писали почти писали пункция делали морис кмп вместе праг одновременно по моему 1975 или 1977 год итак для начала определен собственный суффикс я поставлю так не до конечки вторгнят собственным суффиксом строки ваши видишь так кончики вторгнят так дай то называется кончики хорошие теперь так сейчас ты Чего? Ну, когда у вас сокочки. Ну, что ж, я тебе пушит, пушит. Пушит, пушит. Кисточка. Да. Супер. Я же тебе не писать. Так что все? Ну, ты же на патетку. Да, я же тебе не писать. Я заметила. Еще. Она же фиолетовая. Это очень просто. Она синяя. Фиолетовая синяя. Все, че. Собственный суффикс строки. Это суффикс. Наиболее длинный суффикс. Длинный. Длинный. Суффикс. Не совпадающий со строкой. Давайте со всей строкой напишите. Со всей. Со всей строкой напишите. Запятая. Совпадающий с ее прификсом. Что такое прификс? Прификс функция строки. Второй. Прификс функция. Значит, ее обычно обозначают как фи. На питоне можно было бы прикольнуться и так и писать. И не было на букву пи. Но все-таки лучше латиницей пи. Писать. Значит, прификс функция фи. Это массив, соответственно, от длины. Пи. 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 Наибольший. Прошу прощения. Я сказал просто, что суффикс это наиболее длинный. Неправильно. Собственным суффиксом называется совпадающий с этим, но не совпадающий с длинной строки, но не обязательно наиболее длинный. Простите меня. Тут есть поправочка. Уберите наиболее длинный, будет точно написано. А вот в префикс функции будет использоваться наиболее длинный среди собственных суффиксов. Итак. Пи. Это длина наибольшего по длине, наибольшего по длине собственного суффикса. Под строки, то есть на нашем языке среза. Какого? Начиная от с, начиная от начала и до позиции и. Пи. То есть из и символов. Сейчас одну секундочку. Нет, спасибо. Надо, чтобы этот символ входил туда. Значит тогда Ти плюс один. По принципу, что он срез отрезает. То есть у нас пи нулевое, оно содержит один символ. Понятно, да? Собственного суффикса. Кусок строки от начала. Итак, смотрите. Смотрите. Давайте посмотрим на пи. Массив пи. Давайте по латинку. Я пишу его. Значит. У нас есть вот такая строка. А. Всего остального еще нет. У нее есть суффикс, совпадающий с префиксом. Ну да, есть. Вот он суффикс, вот он префикс. Так он же префикс. Но так нельзя. Почему? Потому что он не собственный. Понимаете? Почему? Что, короче, он совпадает на всю строку. Так не годится. Понятно? То есть у меня, например, у строки АВА. Вот давайте строчку АВА для начала посмотрим. Мы просто скажем, какие собственные суффиксы у нее есть. У нее А является собственным суффиксом? Является. Пустая строка является собственным суффиксом? Является. А вот АВА является ее собственным суффиксом? Нет. Понятно? Потому что он по длине равен длине строки. Для любой строки у нас суффикс равный длине строки совпадает с ее префиксом. Это топорно, понятно, очевидно. Это как в графе одной реброй является циклом. Вот мы вводим специально снова простой путь и простой цикл, чтобы исключить такие дурные циклы и в данном случае исключить дурные суффиксы, которые равны длине строки. Понятно? Поэтому мы и говорим «собственный суффикс», то есть именно суффикс, без первого символа хотя бы. Ясно? Вот почему «собственный суффикс». Итак, значит, что у меня получается? Что у одного символа А, у него на самом деле, конечно же, ноль. И это всегда так. То есть у меня π нулевая, она всегда будет равна нулевая. Просто потому, что у одного символа не может быть другого суффикса, кроме собственного суффикса, кроме нулевого. Так, дальше. У меня вот такая строка, в которой АА. У меня, соответственно, есть вот такой суффикс, вот такой префикс совпадающий. Да? Отлично. Я пишу один. Дальше. У меня есть трёх букв А. Смотрим. Вот суффикс, вот префикс совпадающий. Да? Два. Дальше смотрим. Увеличиваем ещё немножко под страху. Следующую. Из четырёх символов. Вот, соответственно, префикс совпадающим с суффиксом. Видно? Понятно? Три. Дальше что у нас получается? Четыре. Ну, помимо, красава, ноль. Всё. Четыре. Замечательно. Так, здесь давайте пропишем. Значит, ноль. Дальше. Здесь не совпадает. Да? Дальше. Аба. У нас здесь максимальный суффикс, совпадающий с префиксом, под длине равней рябочки. Дальше. Ац не совпадает с абу. Бац не совпадает с аба. Поэтому ноль. Дальше. А совпадает с А. То есть у меня есть субстанных суффиксов, совпадающих с префиксом. Так? Са не совпадает. Аца не совпадает с аба. Поэтому длина здесь один. Дальше. В не совпадает с аба. Аб совпадает у нас с аб. Да? Соответственно, у меня что получается? Ну, с абу не совпадает с аба. Поэтому здесь одинаково. Ну, я добавляю еще абу не цифру. Смотрю для вот этой строки длину наибольшего собственного суффиксов. Префиксов, совпадающий у нас в перификсах. Ну, у меня что получается? Три. Да? Аба. Аб. Обратите внимание, что префикс функция, в отличие от z функции, она предсказуемо растет. Ее рост, если происходит, то он происходит всегда ровно на единичку. Понимаете? Либо она гнуляется, да? Либо она растет потихонечку. Видно? Это можно использовать. Итак, давайте с вами напишем, что? Тривиальный алгоритм вычисления префикс функции. М равно длина строки, длина строки, соответственно, пи состоит из нулей размером в длину строки. Ну и дальше у меня, очевидно, для... Ну, в принципе, в тривиальном алгоритме можно это плевать. И никак не учитывать начальную базину, если могут для... Ну, давайте я прям напишу. Для каждой позиции... Все, интересно. Да, ну я не буду здесь усовершенствовать. Для каждой позиции... Для каждой позиции... Для каждой позиции К, которая будет от начала... Значит, и у нас это будет позиция, в которой я вычисляю префикс функцию. То есть я должен буду, собственно, суффикс по ИДу и включить на отрабатывать. То есть я не заглядываю в эту строчку, проверяю. Алгоритм у меня итерационный. То есть я на ИДА итерации, он не требует знания в строке дальнейшего. Понимаете? В отличие от этой функции, которая мне нужна заранее, я уже допеку до конца строки, там какие-то... Не наблюдаю марку операционную. Так. Для К в диапазоне... Вот... Соответственно, нуля до И... Включитель. То есть мне нужно и символов включительно рассмотреть в качестве длины... Если у нас, соответственно, под строка срез, начиная от нуля... от нуля до К, если С, начиная от нуля до К, у нас совпадает... совпадает с под строкой С со срезом С, начиная с позиции И минус К плюс первой, И минус К плюс первой. Так. В этом случае я могу сказать, что у меня это значит ИТ равно Х. Вот совсем тут. Здесь не то, что у от N квадрат. Здесь получится у от N куб. Потому что я еще и в каждой этой фитерации сравниваю по символе на срез. В чем идея оптимизации? В чем идея оптимизации? Ну, во-первых, Пи и плюс первая не более чем на единицу превосходит значение предыдущего, соответственно, Пи-Та. Время наше. Я думаю, что я успею об алгоритм, а время идет. 13.35. У нас осталось... 10 минут. 10 минут. Ну, попробуем. Значит, очевидно, что если... Вот у нас строка. Вот у нас строка. У меня известен... На данный момент... Вот на какой-то момент... Давайте я пока вправду выходим. Вот у меня СИТ и... Итая итерация. На ней рассматривают ИТ символ. СИТ. У меня только что была рассмотрена ситуация с СИ минус первым символом. И известна некая длина его собственного суффикса. Максимальная. Да? Чему равна эта длина? Ну, она, очевидно, равна Пи и минус первым. Правильно? Это длина наибольшего собственного суффикса. совпадает с СИ. Да? Логично? Логично? Логично. Логично. Смотрите. Может ли у меня возникнуть такая ситуация, что для СИТова у меня собственный его суффикс более чем на единицу совпадает с этим... Нет. Почему? А? Если бы... Если бы... Если бы... Сейчас, секундочку... У нас можно было бы углинить... Сейчас, секундочку... Мы могли бы взять вот этот и что? И он бы должен был совпасть с вот этим. Да? А нам известно, что он не совпадает. Или так? Или так? В общем, такая ситуация исключена. У нас префикс функции не более чем на единичку превышает предыдущую префикс. Если бы она больше превосходила на единичку хотя бы... То рассматривается этот суффикс... Удаляем последний символ и получаем суффикс оканчивающийся в позиции. Удаляем вот этот тот и получаем тот, который лучше, чем этот. Почему? Тогда он нельзя. Итак. Разобрали. Уже ли этот факт позволит снизить асимптотику на квадрат? Вторая оптимизация. Избавимся от явных сравнений под 100. Используем информацию, вычисленную на предыдущих шагах. Итак, в чем идея? Допустим, у нас есть, соответственно, предыдущая префикс функции. Длина вот этого, да? Совпадающего собственного субфикса. Вот она. У нас вот этот символ какой имеет индекс? S... Pi-1. Правильно? Spi-1 символ. А этот какой у меня символ, соответственно, который еще совпадает? Это S1. А? Этот у меня символ, который еще входит, да? S... Pi-1, минус 1. Упростите за мелкость. Да? Spi-1, минус 1. Этот еще совпадает с вот этим символом, да? Ну, а про этот сейчас не суть принципиально. Важно то, что у нас вот туда. Сейчас используем эту информацию для того, чтобы попробовать расширить. Для этого очевидно что? то, что если у меня вот эти два символа совпадают, если символ Spi-1, Spi-1 символ совпадает с S-1 символом, то что это значит? Ну, вот он новый префикс, новый, собственно, суффикс для уже вот этой строки, да? Совпадающий с префиксом. То есть у меня префикс-функция выросла на единичку, да? В этом случае то, соответственно, pii-1 равно pii-1 плюс 1. Супер? Супер. Вопрос вот в чем. А если не совпадает? А? Нет. Нет. Дело в том, что то, что мы видим вот этот вот суффикс, ну, трефикс совпадающим, это не значит, что это единственный возможный вариант. Обратите внимание на строчку аба-цаба. Если вам ее мало, я могу аба-цаба-даба-цаба написать. Вот такую строчку. и для нее будет не все так уж тривиально. То есть в какой-то момент у меня будет обрыв суффикса. Вот если продолжим, давай продолжим. аба-цаба-даба-цаба. Маша, снимай, пожалуйста. И вот у меня в какой-то момент сейчас А2 не так просто придумать эту строчку, но в открытом тесте А2 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 Там есть такая строчка, которая очень вредно тестил. Я вначале написал функцию, функцию неправильно вычисляющуюся. Вот он там нарвался, внимательно смотрю, и там находит он вот в этой ситуации. Как раз именно в этой ситуации. Тогда не совпад. Оказывается, что у меня внутри самого старого наибольшего суффикса вполне могли быть собственные суффиксы, который совпадает с собственным трефиксом. Понимаете? Ну, то есть а поскольку он равен вот этому, то это значит, что фактически вот тут вот равны. То есть у меня 4 кусочка строки равны друг другу. Такое такое вполне возможно. Да? Ну вот в одном во ватсапа там уже эти 4 буковки а, но единственное, что масштаб не очень большой. Вполне возможно. Понимаете, да? Юрий Ильич? Так вот в этом случае у меня вот этот вот уменьшенный суффикс собственный суффикс суффикса да? Он совпадает с префиксом всей строки исходной. Да? Внимание! Собственный суффикс суффикс возможно совпадает с... точнее он точно совпадает это абсолютно точно он точно совпадает. Правда он может быть нулевой длины, тогда он неинтересен. Он нулевой длины если он будет он сразу неинтересен. Я вот тогда начну от нуля. Я за нулю Пи и то вот но еще раз я хочу найти вот эту длину как Ильич? Смотрите у меня во-первых известно, что вот этот Пи и минус 1 собственно суффикс и этой длины совпадают вот этим собственно префиксом да? а значит что я могу найти я могу найти найти вот эту длину а чему она равна? вот эта длина она чему равна? так как сильно не движет аккуратно не переживайте сейчас грохнем мозг но будет аккуратно давайте я назову эту длину вот эту длину ну давайте вот так я вот этот символ назову я уже не знаю я написал всякого я пока сотру и давайте назову его эскадр эскадр а это эскадр ну чтобы не совсем грохнуться об этого пи так вот вот эта длина она чему равна? ну очевидно она она равна длине пи да? вот эта вот штука она равна длине пи да? длине наибольшего по длине суффикса совпадающего с префиксом легкой маленького он имеет длину пи к-1 где к это что такое? где к это что такое? это пи от и минус 1 понятно? при чем сейчас смотрите еще небольшой взрыв мозга но строки бывают длинными например ДНК это штука такая она вполне себе строка там 4 символа да? она очень длинная и там многие кусочки могут попадать поэтому вполне не исключена такая ситуация что символ стоящий ну позиции какой? пи каждой первой позиции вот здесь вот с соответственно пи извините это была рекламная позиция да? значит вот 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 и нужно посмотреть на символ после этого то есть у меня возникает там такой процесс итерационный в котором я должен пробежаться по так сказать движению ищем собственный суффикс ищем собственный суффикс пока не найдется такой когда у меня символ и ты равен этому с к тому ну я просто лучше к буду все время подменять к к равно пи соответственно к минус 1 понятно? ясно? то есть я буду это к менять цикле до тех пор пока не доберусь до такой ситуации когда это к равно но либо к разлу нулю либо символы совпали тогда я говорю что у меня пи это равно пи к минус 1 плюс 1 ну что ж вы знаете может и к лучшему шталдеритм я вам не написал потому что просил один семинарист не писать а чтобы вы я даже знаю чей а лаборатор да шпило да мне кажется я знаю что он будет рассказать куда я а не изи там пять задач мы четыре решили вот вот строчку уделять да короче вы делали работу регулярные регулярные нет там тест вот